Всем привет! Восьмиквартирный дом, постройка в разгаре, продолжаем строить, обустраивать наши квартиры. Планировка квартиры номер 4 уже создана, а это значит, что мы приступаем к ее обустройству. Что мы имеем? Вход, как и во всех других квартирах, зона прихожей, ванная комната, просторная спальня, в которой будет балкончик, кухня-студия. Здесь будет располагаться, по моему плану, кухня, здесь будет располагаться зона гостиной. Давайте все-таки начнем с расстановки освещения, для того, чтобы нам было видно, с чем мы имеем дело. Выбираем обой. Она похожа очень на венецианскую штукатурку, будто бы такие серые разводы слегка есть. Мы выберем именно ее. Посмотрим, какой есть пол. Белый пол будет, либо это, возможно, будет какой-то более контрастный пол. Возможно, коричневого оттенка. Если все будет такое слишком белое, то это будет глаза напрягать. Поэтому, скорее всего, нам придется выбрать что-то другое. Есть цельный деревянный пол, который выглядит неплохо. Стиль интерьера – это современная классика, total white, чистые цвета. Этот пол я оставлю пока что, для выяснения обстоятельств. Возможно, по ходу действий мы найдем что-то, что больше мне нравится. Я хочу здесь поставить еще одну колонну и расположу между колоннами шкаф. Так вот это выглядит. Давайте начнем с кухни. Наверное, это будет самое логичное. Мне нравится, что есть для холодильника вот такая вот стойка. Пока что поставим просто шкафчики. Вот такая вот тумба с духовым шкафом выглядит в целом неплохо. Она тоже немного выпирает, как и холодильник. Это обрамляет и завершает композицию. Посмотрим низы. Нужно выбрать из того же набора. Мне кажется, вышло очень даже неплохо. Давайте выберем холодильник. Очень достойный вариант. Слишком высокий, слишком маленький. Идеально сюда стал. Тоже неплохо. Великоват, низковат. Я, пожалуй, остановлю свой выбор на этом варианте. Он самый отходящий. Остров, который я хотела. Посмотрите, как кухня выглядит в лучах заката. Посмотрим, какие есть. Есть чисто деревянные. К такому я больше склоняюсь именно в этом интерьере. У нас есть такие вот лампы. Я бы повесила таких вот три штуки. Смотрите. Над островом три деревянные люстры. У них текстура дерева. Очень гармонично выглядит, отталкиваясь от того, какой у нас пол. И какие у нас стулья деревянные. Такие шторы натурального цвета. Как будто бы они изо льна. Повесим сюда подсветку. Мне нравится этот приём. Отходить от него я пока что не планирую. Потому что что-то интереснее я пока что не нашла. Если у нас будет ночь, то рабочая зона наша будет отсвечена. И я хочу подыскать раковину. Какой вот вариант есть. И вот, скорее всего, для этой кухни. Мне он нравится. Хорошо выглядит. Выбираем газовую плиту. Смотрите, чтобы оно сочеталось с духовым шкафом. Уходит так. Мы достали из холодильника еду. Помыли её вот здесь. Вот сюда положили. Обработали. Вот здесь вот приготовили. Допустим, если что-то поджарить нужно, а здесь, допустим, форму сложили и положили в духовой шкаф. В целом, в этом есть какая-то логика. Перейдём к залу. Насчёт диванчиков. Я выбирала и пока что такой неплохой вариант выскочил. Вот оно. Смотрите. Это кресло. Они из этого набора. Посмотрим, какие у нас есть столы. Круглый тоже неплохо смотрится. Сначала вот такой вот камин. И он, кстати, неплохо здесь выглядит. У меня есть ещё вариант. Неплохо выглядит. Стол есть такой. Он неплохо подходит. Как раз в цвет остального. Такие вот, кстати, деревянные и неплохо выглядят. Можем вот штучку поставить. Сюда вазон. Кстати, если кто-то смотрит с прошлого стрима, я всё-таки поменяла эту кровать. Она мне так сильно не нравилась. Я новые тумбочки подыскала. И кровать только поставила с панелью мягкой. Я думаю, сюда повесить зеркало. Такое вот зеркало. Какой-то декор ещё нужен. Ты книги. Нашлись. Это то, что я хотела. Переходим к спальне. Пол такой же самый будет. Мне нравится, когда напольное покрытие сходится везде. Давайте начнём со шкафа. Я хочу сделать шкаф с туалетным столиком. Такой вот шкаф поставить. К нему есть тумбы, навесные шкафы. Повесим зеркало. Идеально вписывается. Надо поставить стульчик. Для того, чтобы поставить посередине, я вот этот вот столик копирую. Потом уменьшаю его. А вот сюда вот ставлю к нему, приставляю стульчик наш. И вот сюда вот так вот приставляю. Получается вот такая вот зона. Это у нас будет туалетный столик. Хочу повесить штору. Поставим сейчас кровать. Такая вот кровать есть. Она мне нравится. Подушки можно сюда поставить дополнительно, чтобы смотрелось объёмнее. Можно было бы сделать, смотрите, будто бы здесь такой разрыв. Лампы поставить. Вообще не уверена в этой идее. Тумбочки такие вот ставить. Давайте попробуем их убрать и что-то другое. Сюда такая вот тумбочка. Она по цвету сюда лучше всего подходит. И по габаритам натуральный. Оно здесь неплохо вписывается. Мне кажется, по цвету хорошо подходит. Нужно двери теперь подыскать. Я хочу прозрачную дверь. Можно серебристая, конечно, оставить. Положим, что это как бы раздвижные двери. Смотрим люстру. Смотрите, неплохо. Он даёт не супер яркий свет, но такой приглушённый. Мне кажется, для спальни это самое то вот так вот это выглядит. Мне кажется, неплохо в целом. Может быть, сюда не картину нужно, а рейки можно повесить, попробовать. Но это, мне кажется, получше выглядит. Но не супер. Муд, Катя, а может рейки в каждой квартире пытаемся их куда-то пришпадёрить. Пока что оставим их так. Сюда, может, картину повесить. О, смотрите, как прикольно выглядит. А если два убрать посередине? Давайте попробуем. Неплохо выглядит. Можно вот эту вот картину сюда как бы бахнуть. Я думаю, что нам нужен круглый ковёр. У нас есть круглый ковёр, и мне он очень нравится, поэтому я не буду долго выбирать. Перейдём к ванной комнате. Можно ванну же сделать не только плиткой, можно бетонами её отделать. Здесь может быть душевая кабина. Вот так вот это выглядит. Унитаз. Вот такое вот здесь большое зеркало. Тарелки, досточки для косметики. Можно журнал, как вам такой поворот событий. Вот это поворот! Коридор у нас только остался. Я вот сюда вот хочу поставить шкаф. Декор. Пока что так наш стеллаж выглядит. Зеркало вот такое вот здесь оставим. Очень даже неплохо смотрится. Подведём итоги. Прихожая с акцентным ковром. Здесь есть тумбочка. Стеллаж с украшениями разными. Есть вход в спальню. И есть шкаф с столиком для того, чтобы наводить красоту. Проходим по коридору. Сразу у нас видом из коридора такая столовая. Очень большая кухня, в которой есть консоль с духовым шкафом. Есть плита. Холодильник встроенный. Большая раковина. Много разного инвентаря. Деревянные посуды много. Остров такой. Гостиная у нас есть. С большим круглым столиком. Камин у нас есть. Зеркало. Душевая кабина. Большое зеркало с освещением. Инсталляция и держатель для полотенец. Спасибо, что были со мной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok